Всех приветствую! В этом видео буду менять масло ДСГ-7 ДКУ-200. Это сухой робот. 2 литра потребуется такой жидкости. И 1 литр жидкости ГУРа для блока мехатроника. Также желательно поменять 3 пробки. Одна вот такая сливная, большая. Еще 2 маленькие. 2 маленькие, там пришел отказ. Короче, долго ждать. Посмотрим. Наверное, открутится нормально. Эта пробка закручивается 30 ньютонов. Маленькие пробки мехатроника закручиваются 5 плюс до ворот 90. Так, значит, замену начинаем со снятия кожуха корпуса этого воздушного фильтра. Аккумулятор снимается. И вот здесь вот будет коробка. Чтобы заменить масло в мехатронике, еще придется снимать стартер. Но это делается элементарно. В первую очередь снимается этот пластик. Затем нужно будет отсоединить вот эти вот клипсы и аккуратно его извлекать. Специальным инструментом захватываю. В самом неудобном месте тут, конечно. Так вот. Но с помощью этого девайса это очень легко сделать. Раз. Поворачиваем. И снимаем этот патрубок. Все готово. Патрубок снят. Следующий этап. Снимаем этот шланг. И торксом на Т-30 отвручиваем подкрепление. Так, по идее больше его... Вот эту штуку я решил не снимать. Прямо она тяжело идет. Сейчас мы полностью этот корпус... Вот здесь только я еще не понял, как оно... Просто на резинке там, походу. И просто должно выцепляться наверх. Ну, похоже на то. Так, вот здесь вот есть один отвод. Его очень часто ломают. Вот эту штуку реально не знаю, зачем рекомендую снимать. Здесь чисто масла нет. Это хорошо. Эта штуковина просто смазывается силиконом и выдергивается силой. Все, теперь... Значит, вот про эту трубку я говорил аккуратно. Надо... Ага, теперь нужно открутить аккумулятор. Снимается кожух. Здесь на 10. Отключаем сначала минусовую клемму. Далее торцевой головкой на 13. Открепляем вот эту пластину. Такая пластина, она крепит аккумулятор. Вот таким образом. В принципе, остается снять, наверное, только... Вот этот вот кожух пластиковый вокруг. Я сейчас посмотрю, может, и без него обойдется все. Так, как он тут? Просто наверх. Да, вот так вот. Раз. И аккумулятор. Можно выцеплять. Теперь торцевой головкой на 10 откручиваем крепление площадки. Болты одинаковые. Так, что у нас тут еще? Значит, здесь надо подсовывать вот сюда и под таким углом его доставать. Так, значит, что мы тут уже видим? Вот этот вот сапун он легко открывается. Через него будет заливаться жидкость. А вот здесь вот под стартером находится... Ну, вот здесь вот есть сапун. Через него также можно залить, но здесь, не знаю, проще открутить реально его. так же вот здесь вот есть отверстие для продувки сцепления. Кто-то туда вставляет продувочный пистолет и продувает. Сейчас посмотрим, как это можно сделать. Ну, вот здесь, соответственно, трос сцепления... О, трос селектора КПП. Имеются следы износа, конечно, ржавчины. Можно попробовать, наверное, смазать. Я еще с ДК-200 никогда не работал, только с вариаторами. Так, ну что ж, попробуем снять стартер. Для снятия стартера понадобится головка на 16, открутить два болта. Здесь один болт и один под втягивающим. Так, тут, в принципе, ничего не закоротит. Здесь я уже разъем смазал. Вот этот вот красный фиксатор уже вот так вот открывается. Так не получилось показать на видео. Значит, вот этот красный фиксатор. Вот так вот он был. Потом открывается вот сюда и нажимается. Но я предпочитаю делать это вот здесь, в клипсу. С обратной стороны таким образом. И вот он снимается легко разъем. Так, теперь снимается вот этот вот кожух и под ним, под ним, под ним, под ним крепление силового кабеля. Головкой на 13 расслабляем гайку. Э, так вот. Значит, ключом на 13 откручиваем эту гайку крепления силового кабеля. И отводим в сторону. Ничего не закоротит, потому что аккумулятор мы уже только что сняли. Так, теперь, значит, надо убрать. они затянуты где-то я находил информацию под 80 или 85. Вот так вот, значит. Ослабляем. Этот. Вот так вот. Все, дальше он легко идет уже. Все, дальше легко. чтобы нижний открутить. Сейчас, я не знаю, попробую показать. Ну, короче, его только пальцами можно нащупать. И нужно длинной головкой. То есть, вот такая 16 миллиметров головка длины не подходит. Нужно еще удлинитель. Болты вот такие вот. Так, это верхний. Сейчас сравнить разницу с нижним. Так, вот этот тоже, походу, надо, да? Желательно отключить кабель. Значит, откручиваем. Хорошо, она прикручена. Так, клемму убираем. куда-нибудь сюда. не забыть про нее. И стартер легко вытаскивается. Помню, как на Фабе я мучился со стартером. Этот стартер достается очень легко. Если что, артикул стартера. Пойдем аккуратно и укладываем сюда. И что мы здесь наблюдаем? Вот эту вот маленькую пробочку. Это как раз-таки она для заливки. Так, здесь я открывал этот сапон. Можно его закрыть еще разочек. Так, вот, щелчика. Так, что там плохо закрывается? Вроде надо попробовать еще разочек. Тут столько грязи, конечно. Так, тут что такое? Что там масляное тут текло? Интересно. Откуда здесь масло? Так, ну все, теперь поднимаем автомобиль и сливаем масло. потом самое элементарное это залить вот сюда и туда. Хексом на 10, ну шестигранник на 10, образно говоря, нужно открутить эту пробку. Ой, ее прямо хорошо закрутили. Сейчас мы его попробуем. Если что, она у меня запасная, конечно, куплена. Инструмент подлиннее. ее сейчас слижает. Вот все, поддалось. Отлично. И теперь специальную емкость посветил сюда. Вот так вот и отмерил по пол-литра, чтобы понимать, сколько там вообще в коробке было литров. Так, сейчас, секунду. Смотрим, сколько осталось в коробке, потому что тут есть следы. запотевания. Так, мы ждем, пока оно стечет. Ну, что мы видим? 1,7-1,8 где-то залито. При норме 1,9. Ну, сейчас может еще стечет. Все окончательно слилось. И пробка, кстати говоря, пошла на выброс. Поэтому хорошо, что купил эту новую. динамометрическим ключом моментом на 30 затягиваем эту пробку. Смотрим. 24, 27, 30. Теперь сливаем вот эту. Тут шестигранник на 6. ой, на 5. Так, шестигранникам на 5. Ослабляем эту пробку. Она легко должна идти. Так, и сливаем. Здесь должно быть около литра. Так, нам видно, да? Зелененькая жидкость уже сейчас пойдется. Вот. Ну, здесь нормальная жидкость. Не, не переворачивай. Сейчас должно быть около литра. Вот уже пол-литра. Может быть, даже здесь меняли. Потому что здесь жидкость гораздо на просвет выглядит красивее. Ну, подождем. Можешь отключать. Теперь выставляем 5 ньютон на метр и затягиваем эту пробку. Так, здесь. Так, сейчас. Смотрим, сколько там. Два, три, четыре, пять. И теперь нужно довернуть на 90 градусов. Так, все закручено 30 с 5 на 90 и в итоге ровный литр. Вот такой вот жижки. Когда она была струей, то было видно зеленую. Так она, конечно, страшновато выглядит. Все, теперь опускаем автомобиль, заливаем. теперь беру такой вот шланг, походу, восьмерка, внешний земпер, шприц на 150 миллилитров и с помощью шприца вот в эту штуку здесь вот он сходит заподлицо туда внутрь. Вот так вот. Все, можно туда заливать. Мы пробуем таким образом потихоньку, посмотрим, насколько оно быстро будет заливаться. я вангую, очень медленно. Либо попробовать сейчас, а, ну да, сейчас я вот возьму сверху, зафигачиваю туда вот этот вот шток и заливаем вот таким способом. Так, подержи, снимай. Так, снимай. Сейчас посмотрим, как оно зайдет. Так вот, заходит интересно масло. Медленно. Да, идеально. Вот так вот мы сейчас и сделаем. Все. Затыкаю, наливаю. И так нужно 1,9 литра. Так. Поехали. Медленно, чтобы шланг с той стороны сапунами не выскочил. Так, теперь вот зачистил это пространство. Грязь была, тьма. и откручиваем с удлинителем. Вот так с удлинителем. Так, фокус по 10. Вот, с удлинителем. Не, оно прям опасно идет. Двумя руками, наверное. Вот, все. Возможно, никто не откручивал. Так, смотрим, как она идет. В резьбе вроде. Нормально, гайку мы сохранили. Так, вот такое тут отверстие. Можно, наверное, тем же шлангом сейчас его прочищу заливать. Так, теперь берем вот эту жидкость для гура. шприц тут. Этот шприц идеально помещается сюда. Почистил тормозов. от жидкости. И вот так вот заливаем. Да, здесь уровень гораздо быстрее уходит и не переливается, да? Все вроде хорошо. Ну да, придется подождать, но никуда не спешим. И вот таким образом нужно залить вода сюда до сотки, чтобы осталась сотка. Теперь снова затягиваем 5 ньютонов. Сколько там было? 5.1. И доворот на 90 градусов. Сейчас. И доворот на 90 градусов, но я честно боюсь, потому что вот я опять затянул и оно прям серьезно идет. Я с хорошим усилием закручиваю. Так, следов, повреждений нету. Значит, что мои рекомендации? Вот эти пробки, в принципе, можно не менять, они закручены. Легко откручиваются, не слизываются. А вот та пробка у меня слизалась. Где она? Если найду, не найду. Наверное, не найду, да? Не, вот она. Вот здесь грани слезались и головка в нем застряла. Пришлось варварским способом выбивать эту шестиграник на 10. Ну, в принципе, все. Теперь надо прогреться. Сейчас почищу место и на этом замена масла в DSG-7 завершена. Собираем аккумулятор корпуса фильтра на место.